Ну что, Ассант, давненько мы с тобой не спорили. Соскучился? Ага, по комментариям про то, что я опять кого-то похоронил? Ну, и это тоже. Ну, конечно, соскучился. Тем более, что сегодня я вообще смогу похоронить максимальное количество народа. Звучит кровожадно. Продолжай. Ну, смотри, обычно мы спорим о главных итогах сезона. Ну, там, лучший игрок, тренер и так далее. Так. А сегодня я предлагаю спрогнозировать, что будет в будущем. Опасно, Ассант. Ну, а как ты думал? В общем, давай попробуем предсказать победителей. В пяти номинациях. Кто станет лучшей командой сезона 22-23? Игроком-прорывом. Командой-провалом. Тренером, который удивит. И, собственно, лучшим игроком. Давай, круто. Но сначала пару слов о другом прогнозе от наших партнеров с компанией Фонбет. Сегодня главный матч тура в АПЛ. Сыграют Майн-Сити и Тоттенхем. Гвардиола против Конте – крутейшая вывеска. Собственно, расклады на ваших экранах. А ссылка на Фонбет, как всегда, внизу. Там вы можете оставить свой прогноз. При регистрации в приложении с промокодом Мяч всем бонус 2000 рублей. Саня, чтобы тебя позлить, я сразу скажу, что у меня команда-провал – Челс. Вассант, учитывая все твои прошлые заслуги, ты мне скорее порадовалась, честно. В новом сезоне все будет по-другому. Посмотрим. Но вообще, мне есть что тебе ответить, так что давай начинать. Давай-давай. Лучшей командой сезона 22-23 станет Майн-Сити. С приходом Холланда Пеп закрыл самую проблемную позицию и получил два в одном. И забивал у, и человека, который умеет переламывать ход игры. Да и сам Гвардиола подтянул матч-менеджмент. Этого не хватало Сити в прошлых сезонах. А теперь уже на старте АПЛ горожане дважды отыграли два мяча. В Англии у конкурентов сейчас много проблем. И, похоже, в этот раз у Сити не будет изнурительной чемпионской гонки с Ливерпулем. А значит, можно будет раньше сосредоточиться на Лиге Чемпионов и, наконец-то, выиграть ее. Лучшей командой станет Бавария. В Мюншине завершена перестройка под Нагельсмана. Серьезно укрепили глубину состава. Опасения, что без Лёва будет меньше голов, не оправдываются. Они уже четыре раза разгромили соперников. Даже сильным Лейпцигу и Антракту по пять-шесть мячей отгружали. Мюншин в среднем бьет 25 раз за игру. Это больше всех в Европе. Сейчас это такой гибрид Сити и Ливерпуля. Есть и владение, и прессинг, и скорости. А Мане добавил гибкости, а еще он умеет решать в больших матчах. В Германии соперников нет. Ждем Лигу Чемпионов. Главным провалом станет Челси. Борьба за топ-4 в АПЛ ужесточилась. Помимо Сити и Ливерпуля, Арсенал и Тоттенхэм стали сильнее. Прибавляет МЮ. Челси здесь не выглядит фаворитом. Потеряли важных игроков, а дорогие покупки не убеждают. Фафана после серьезной травмы. Кукурелья не кажется сильнее Чилвила. А Бомьянг непредсказуем. Стерлинг не тащит. Плюс сдает Канте. Слабо начали сезон Маунт и Хаверс. Ошибается Минди. Отсюда и плохой старт. Ну и, конечно, Тухель известен своей токсичностью. Руководство могло его уволить зимой, но сделало это уже сейчас. Кажется, первый шаг провала уже сделан. Севилья. Вот главный провал. Четвертая команда Испании последних лет лишилась центра обороны. Кунде и Диего Карлоса. Да и вообще в клубе творится что-то непонятное. Лапитеги говорил, что уйдет, но не ушел. Мончи перестал покупать перспективных футболистов. Внезапно Севилья превратилась в команду сбитых летчиков. Ратитич, Папу Гомес, Ламела. Вот теперь Иска. Сезон начали ужасно. В играх со Сасасуной, Вальядолидом и Альмерии одно очко. Плюс разгром от Барсы. Как будто скучный футбол Лапитеги в клубе всех достал. И у игроков нет никакого желания. Игроком-прорывом будет Габи Жезус. Парень наконец-то попал в свою среду. В сети он был вингером функции. А в арсенале блистает именно как форвард. И Артетта знает, как его использовать. Жезус чудесно начал чемпионат. Стал лидером команды. Благодаря его голам и ассистам в каждом матче пушкари даже возглавили таблицу. Когда такое было. А еще Габи основной форвард сборной Бразилии. Одного из главных фаворитов чемпионата мира. Сверкнет в катере. Затащит арсенал в лигу чемпионов. И тогда и в десятку на золотой мяч, глядишь, попадет. Главный претендент на прорыв Хвича Кварацхелия. Грузин пришел в Наполе очень вовремя. Команда перестраивается. Нужны новые лидеры. На Хвичу рассчитывают. А он забивает, ассистирует. И при этом проявляет себя не только как технарь. А по-разному. Уже забивал и головой, и дальним ударом. Повезло и с партнерами. В Наполе теперь крутая тройка нападения. Лосана Асимхен Хвича. Да и Италия с южным климатом подходит грузину. А еще будут регулярные матчи в Лиге чемпионов. Стиль игры соперников Неаполе по группе позволяет сверкнуть и там. Тренер, который удивит, Кристоф Галтье. С приходом Спордира Кампуша и Галтье в ПСЖ в кой-то веке появилась крепкая связка руководства тренера. В эпоху Леонардо мечтать о таком было сложно. Теперь вертикаль выстроена. Есть стратегия. Никаких медийных трансферов. Только нужные. Состав почищен. Схема игры устоялась. Роли грамотно распределены. У Галтье все четко. Месси десятка. Неймар Мбаппе нападающий. И все работает. Звездам Парижа нравятся тренировки. А такого Неймара мы не видели очень давно. Здравый смысл наконец-то вошел в парижский чат. Всех удивит Эрик Тенхак. После двух поражений на старте голландец продолжил твердо гнуть свою линию. Например, оставил в основе критикуемого центрального защитника Мартинеса. Итог 4 победы подряд. В том числе над Ливерпулем и Арсеналом. Руководство поддерживает все трансферы под тренера. Даже фактор Роналду может сыграть в плюс. Рон понял, деваться некуда. Перед чемпионатом мира надо подстраиваться. Доказывать. А мотивированный Криш под спорь для любого тренера. Для дальнейшего прогресса есть все. И ресурсы, и идеи, и вера в них. Лучшим игроком сезона станет Холланд. Норвежец ворвался в АПЛ и добавил огня механической команде Пепа. Гвардиола перестроил игру. Теперь меньше перепасовок в атаке. Больше играют на Эрлинга. Стали по-спортивному злее. А он забивает пачками. В голах Эрлинга мало эффектности, но есть суперэффективность. Норвежец идет на 35-40 голов за сезон. И это в АПЛ, где все достижения умножаются на два. Плюс Холланда не будет на Мундиале, а значит риск спада меньше. Раз уж Сити у меня будут лучшие команды сезона, то других претендентов на лучшего игрока, кроме Холланда, нет. Лучший игрок сезона 22-23 – Месси. Даже в прошлом, по его меркам, суперпровальном сезоне в Пассаже, Лео набрал 26 баллов по гол плюс пас. Сейчас же обстановка гораздо благоприятнее. В парижском супертрио Гальтье нашел для Лео лучшую роль. И у аргентинца снова инопланетная статистика. Кстати, последний раз Месси брал ЛЧ в легендарной тройке МСН. А теперь может в МНДМС. А в Катаре у аргентинца будет, вероятно, последний шанс взять главный трофей со сборной. Он точно вцепится в него зубами. Тем более такой сильной сборной Аргентины давно не было. Лео и в 35 станет лучшим футболистом мира. Чекайте. Друзья, мы понимаем, что сезон только начался. И кандидатов в этих пяти номинациях, конечно, больше. Ливерпуль и Атлетика, например, тоже вполне могут провалиться. Из игроков выстрелить может, ну, например, реаловский Родриго. Ага, а Конте возьмет и принесет трофей Тоттенхэму. Ну, чем не удивление? Еще какое. Ну, или Барса повалится, не сумев зацепиться ни за один из своих 80 рычагов. Так, 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 так. Ну, ты давай не перегибай палку. Это тебе за челси вообще-то. В общем, пишите в комментариях своих победителей по каждой из пяти номинаций. Ну, и голосуйте за наших кандидатов. Голосование, как всегда, в нашем Телеграме. Подписывайтесь на него. Там есть уникальный контент. У меня, кстати, в Телеге тоже есть свой канал. Тоже милости прошу. Васан сегодня похоронил Сити, Пассажир, Арсенал. Зато воскресил Челси, Балан. А, и Саня уже так отчаялся из-за неудачи Челси, что поверил, что я умею кого-то воскрешать Журавлев. А ты не умеешь? Нет, Саша. Я только хороню. Слушай, твои возможности больше. Я уверен. В конце сезона проверим. Проверим. Ты сможешь это сделать.